СОЦИАЛЬНАЯ КОНТЕКСТИ СОЦИАЛЬНАЯ КОНТЕКСТ СОЦИАЛЬНАЯ КОНТЕКСТ Семья малоимущая имеет доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в городе Силостополе. И назначается данная социальная помощь при условии принятия программы социальной адаптации и подписания социального контракта. Давайте подробнее поговорим об условиях. Есть ли еще какие-то для каких категорий? Малоимущие семьи это те семьи, которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Каждая семья, которая захочет обратиться за данной социальной помощью, обращается в Управление социальной защиты населения и составляется индивидуальная программа социальной адаптации. Эту программу помогают составлять работники Управления социальной защиты населения. Какие мероприятия предусмотрены в программе социальной адаптации могут быть предусмотрены на поиск работы, на осуществление предпринимательской деятельности, образовательные услуги, прохождение профобучения или получение дополнительного профессионального обучения. Также другие мероприятия, которые помогут семье выйти из трудной жизненной ситуации. Ну и окончательным условием выплаты социальной помощи это подписание социального контракта. Обязательным условием является, что все мероприятия, которые предусмотрены в программе социальной адаптации, должны быть реализованы. И социальная помощь, которая будет оказываться семье на основании социального контракта, должна быть использована на реализацию данных мероприятий с целью улучшения материального обеспечения семьи. А на какой срок и в каком размере оказывается социальная помощь? Да, в зависимости от мероприятий, которые будут разработаны и предусмотрены в программе социальной адаптации, социальная помощь может оказываться на срок от трех месяцев до одного года. И выплачиваться социальная помощь может как в виде ежемесячных социальных пособий, так же в виде единовременных социальных пособий. Размер ежемесячного социального пособия рассчитывается как разница между величиной прожиточного минимума семьи, установленной для социально-демографических групп населения в городе Севастополе, и среднемесячным совокупным доходом семьи за три предыдущих месяца. Хочу оговориться, что в состав семьи могут входить также неработающие трудоспособные граждане, которые не имеют доходов. Также эта семья может обращаться за назначением социальной помощи. Единовременная помощь рассчитывается в размере умножения ежемесячного пособия на количество месяцев, на которые установлен социальный контракт, в соответствии с которым будет выплачиваться эта социальная помощь. Ежемесячный размер помощи не может превышать 7,5 тысяч рублей в месяц, а единоразовая социальная помощь не может превышать 90 тысяч в месяц. А в каких случаях устанавливается единовременная выплата, а в каких помесячных? Это все зависит от мероприятий, которые будут предусмотрены программой социальной адаптации. Если для реализации этих мероприятий необходимо, допустим, покупка на крупную сумму каких-то товаров, услуг, то если в программе будет оговорено, что возможно выплата сразу в единовременной помощи, если же для реализации программы социальной адаптации нужны какие-то постепенные вливания для реализации этих мероприятий, тогда назначается ежемесячная помощь. Все это для каждого заявителя будет разрабатываться индивидуально. Так вот, куда обращаться? За социальной помощью какие необходимые документы? Обращаться заявители могут по месту жительства в управлении социальной защиты населения. Документы, которые необходимо предоставить, это первое, заявление на назначение социальной помощи, паспорт заявителя, также документы, удостоверяющие личность всех членов семьи, свидетельства о рождении детей. При подаче заявления также заявитель составляет анкету о семейном и материальном бытовом положении семьи, где описывает все свое материальное положение. предоставляет доходы за предыдущие три месяца свои и членов семьи. Если заявитель не работает или кто-то из трудоспособных членов семьи не работает, предоставляет трудовую книжку для подтверждения, что данный гражданин не работает. И в зависимости от мероприятий, которые предусмотрены программой, предоставляются свидетельства о своем образовании, о квалификации, если мероприятие направлено будет, например, на профобучение. Если будут мероприятия направлены на осуществление предпринимательской деятельности, то тогда предоставляется бизнес-план, по какому направлению готов заявитель получать эту социальную помощь. Также предоставляются копии свидетельства о государственной регистрации, о праве на земельный акт, свое крестьянское фермерское хозяйство, в случае, если гражданин будет обращаться на развитие крестьянского хозяйства или своего подсобного хозяйства. Все в зависимости от того, на что будет оказана социальная помощь. Евгения Николаевна, а где можно узнать более подробную информацию об этой помощи? Об этой помощи? В районных управлениях труда и социальной защиты населения по месту жительства, также в Департаменте труда и социальной защиты населения по адресу улица Руднева, 40, кабинет 404. Телефон для консультации 53-21-76. То есть все семьи, которые готовы предпринять активные действия для улучшения своего материального благополучия, состояния семьи и принять активные действия, приглашаем в районное управление за консультацией и за назначением данной помощи. Ну что ж, перейдем к нашей второй теме. С 1 сентября в Севастополе ввели плату за капитальный ремонт. Галина Львовна, какие категории льготников имеют право воспользоваться соцпомощью именно по уплате взносов? Первая категория граждан, это как бы основная, это уже те льготные категории граждан, которые в данный момент уже имеют льготы по оплате жилого помещения. То есть оплата жилого помещения с 1 сентября включает в себе две позиции. Это мы оплачиваем за содержание жилья, а второе мы оплачиваем за взнос на капитальный ремонт, при условии, что мы являемся собственниками жилого помещения. То есть для льготных категорий граждан, которые у нас состоят на учете и имеют право на снижение по оплате жилого помещения, они при этом являются собственниками жилого помещения или его доли, в котором они проживают и имеют льготы, они также будут иметь право на льготу по оплате взноса на капитальный ремонт. Значит, данная информация, которая размещена на стендах в районных управлениях, может людям помочь в том, чтобы они сами смогли себя определить, относятся они к этой категории или нет. Хотя они все знают, что они имеют снижение оплаты по квартплате. Соответственно, если они являются собственниками этого жилого помещения, части или доли, они также будут иметь это право на снижение оплаты взноса на капитальный ремонт. Какие-либо для льготных категорий граждан дополнительные документы предоставлять сейчас необходимости нет. То есть эта вся информация собрана о наличии собственности, находится в других организациях, с которыми мы работаем, и они нам предоставят эту информацию. Хочу отметить, что платежки, которые будут получены в октябре, за сентябрь, взнос на капитальный ремонт еще для всех граждан города Севастополя будет начислено в стопроцентном размере. Уже в октябре месяце будет проведена работа по начислению льгот. И в ноябре люди, когда получат эти документы для оплаты, если в документах будет отсутствовать то, что он не имеет льготы, а он знает, что он является собственником, значит информация о собственности отсутствует в этих организациях. И тогда уже в ноябре месяце ему необходимо будет обратиться или в единый информационно-расчетный центр, предоставить оригинал и копию документа о собственности, или обратиться в районное управление труда и социальной защитой по месту жительства, там, где он уже состоит на учете и получает льготу по оплате жилого помещения. Если у льготных категорий, если эта льгота по оплате жилого помещения распространяется на членов семьи льготника, и при этом член семьи льготника тоже является собственником доли или части этого жилого помещения, в котором они проживают и зарегистрированы, то он также будет иметь право на эту льготу по взносу на капитальный ремонт. Процент снижения оплаты взноса на капитальный ремонт имеет такой же уровень, как и размер процента снижения оплаты жилого помещения. То есть, если, допустим, участник боевых действий имеет 75% снижения оплаты на жилое помещение, он также будет иметь 75% по оплате взноса на капитальный ремонт, но при этом являясь, еще раз подчеркиваю, собственником жилого помещения. То есть, сейчас для льготных категорий обращаться и предоставлять какую информацию необходимости нет. Пока мы ожидаем, смотрим свои платежки в ноябре месяце. Вот вы сказали, что за сентябрь придет 100% оплата, вот этого взноса, но будет какой-то перерасчет? Обязательно, обязательно. То есть, в октябре проведут все начисление по льготным категориям с перерасчетом с 1 сентября 2016 года. Еще для льготных категорий хочу подчеркнуть, что все категории, которые будут иметь на это право, такие как ветераны войны, чернобыльцы, они будут иметь это право, исходя из расчета стоимости минимального размера, утвержденного в городе Севастополе, на 1 квадратный метр стоимости ремонта. Он составляет 6 рублей 16 копеек. И для них всех будет предоставлено снижение оплаты в том размере, в котором им положено, на всю долю собственности, которая у них находится. Для инвалидов 1 и 2 группы, для детей инвалидов, и для несовершеннолетних детей, находящихся на иждивении у инвалидов 1 и 2 группы, у них этот размер и этот расчет немного иной. У них, как сказать, снижение оплаты зависит от размера площади, утвержденной региональным стандартом. То есть, если, допустим, инвалид проживает в квартире 60 квадратных метров и является собственником всей этой площади, то льгота по оплате взносно-капитальный ремонт ему будет предоставлена в размере 50% на размер площади 33 квадратных метра. Объясню, почему. Потому что 33 квадратных метра, это объем площади утвержден региональным стандартом для одинокопроживающих граждан. Если инвалид проживает в семье вдвоем, то размер этой площади составляет 21 квадратный метр. Для трех и более размер площади составляет 18 квадратных метров. Как я уже сказала, для всех остальных категорий граждан, за исключением инвалидов 1-й, 2-й, детей инвалидов и несовершеннолетних детей, находящихся на иждивении инвалидов 1-й, 2-й группы, предоставляется на всю долю собственности, которая приходится на льготника. Калина Ильвановна, у нас остается меньше минуты, но это и последний вопрос. Есть ли вероятность, что и для других категорий граждан появятся льготы? Да, проектом закона, который находится сейчас на согласовании в правительстве, определены еще 4 категории граждан, которые будут иметь право на снижение оплаты по взносу на капитальный ремонт. Это 4 категории. Одинокопроживающие граждане, являющиеся собственниками жилого помещения и неработающие старше 70 лет, старше 80 лет и проживающие в составе семьи, которая состоит из граждан пенсионного возраста, тоже так же старше 70 и старше 80 лет. Для старше 70 лет одинокопроживающих и в составе семьи размер снижения оплаты по взносу на капитальный ремонт будет составлять 50%, а для старше 80 лет таких же граждан будет составлять в размере 100%. А когда будет рассмотрен законопроект? Ну, планируется рассмотреть уже на октябрьской сессии данный законопроект, то есть он в процессе, и если в той редакции, в которой написан он будет принят, то всем лицам, которые обратятся до конца 2016 года, им всем будет произведен перерасчет с 1 сентября 2016 года. Ну что ж, будем следить за развитием событий, за судьбой законопроекта. Спасибо, что сегодня пришли к нам в студию, поделились актуальной информацией. Спасибо. Напомню, о социальном контракте и помощи по уплате взносов за капремонт для льготников говорили заместителям начальника управления социального обеспечения Севастополя, начальником отдела организации социальных выплат Евгении Пытько и начальником отдела организации предоставления льгот и субсидий Галиной Денковой. Я желаю вам хорошего настроения и всего самого доброго. Увидимся в эфире КС. Субтитры создавал DimaTorzok